Коллеги, привет! Меня зовут Алина Дорош, я менеджер проектов Replanishment в компании BM Cloud. Сегодня я познакомлю вас с методологией управления запасами на производстве и дистрибьюции DDMRP. Хочу начать с проблематики, с которой сталкивается большая часть компаний, с которой мы когда-либо сотрудничали. С одной стороны, присутствуют дефициты по готовой продукции и сырью для производства, с другой стороны, по другим СКЮ излишки и накопления неликвидов. Это та проблематика, которая находится на поверхности, но то, о чем многие умалчивают, это конфликты между функциями предприятия, различными структурными подразделениями. Например, между маркетингом, финансами, производством, закупками, а также продажами. Связано это чаще всего с тем, что перед данными структурными подразделениями ставятся свои задачи, свои показатели эффективности, которые вступают в противоречие и конфликтуют друг с другом. Например, логистика возит полным транспортом. Закупки стараются увеличивать заказываемые объемы для того, чтобы снизить себестоимость единицы. Производство также склонно увеличивать партии, чтобы снизить количество переналадок и максимально загрузить оборудование. В рамках своих TPI подразделения работают эффективно, но при этом в целом для компании это не оборачивается какими-то глобальными финансовыми результатами, прибылью или возвратом на инвестиции. Для того, чтобы не быть голословной и отойти от абстракции, приведу цитаты реальных менеджеров, которые занимают ту или иную должность в компаниях, с которыми мы сотрудничали. Руководители склада часто жалуются на то, что площади забиты, нет места для хранения от избыточного товара, но при этом отгрузить в нужный момент нужное количество по заказу клиента нет возможности. С другой стороны, есть руководитель отдела планирования, и его главная головная боль – это низкая точность прогноза продаж. Сама проблема не в том, что нет эффективного инструмента для прогнозирования, а в том, что среда, в которой компании строят свою деятельность, характеризуется высокой динамичностью, непредсказуемостью и большой скоростью изменений. Постоянно расширяется ассортимент, происходит его ротация, жизненный цикл продуктов на полке сокращается. Если же физический объем продаж остается тот же, а количество активной номенклатуры постепенно нарастает, то удельный вес каждого вида продукции снижается, а для прогноза это означает снижение его точности и качества. Таким образом, все эффекты от совершенствования инструментов прогнозирования нивелируются скоростью изменения самой среды. Статистика, которая была вчера, неэлевантна для сегодняшнего и завтрашнего дня. Что касается директоров по снабжению, то чаще всего они недовольны тем, что их просят обеспечить какой-то заказ, которого не было в исходном плане месячном прогнозе, при этом не понимая, что комплектующие, сырье и материалы необходимо было закупить под этот заказ заранее за 3-4 месяца из-за длительных плечей поставок, например, из Китая. Тут-то и начинаются конфликты между отделами. Своё мнение есть и у коммерческого директора. Он чувствует, что рынок не насыщен и можно было бы продавать больше, но производство и снабжение находят постоянные отмазки. Это и есть типичные проблемы, с которыми сталкиваются компанией. Карантинный период еще более ужесточил те условия, в которых бизнес вынужден оперировать. Вукомир стал новой реальностью. Это состояние окружающей среды, которое характеризуется высокой непредсказуемостью, нелинейностью и низкой прогнозируемостью. И к этому необходимо адаптироваться или сойти с дистанцией. Спонтанно и быстро возникает ажиотажный спрос в одних отраслях, например, фармацевтики, FMCG, DIY. И в то же время снижаются темпы развития других секторов. Закрытие границ приводит к несоблюдению транзитных сроков, провоцирует возникновение эффекта кнута по всей цепи поставок. Эта ситуация, когда даже самые небольшие отклонения и колебания в цепи поставок приводят к триггерным существенным изменениям на другом ее конце. Например, поставщик опоздал с поставкой, что приводит к сдвигам или сбоям на производстве, к проблемам в обеспечении клиентских заказов. Также компании не могут игнорировать новые усиленные требования к безопасности работников логистики, складов, производства. Естественно, усиление канала e-commerce не может оставаться незамеченным. Мы обсудили симптомы, но прежде всего необходимо разобраться в корневых причинах, чтобы изменить ситуацию, а не просто залечить внешние проявления. Глобально мы видим два блока причин для рассмотренной проблематики. Первый – это отсутствие простого и эффективного инструмента для управления цепью поставок. Сейчас многие компании полагаются на ERP-системы, которые имеют блоки и функции автозаказа, но при этом реальность показывает, что фактическое управление происходит все равно вне системы. Excel до сих пор остается самым распространенным инструментом в мире по управлению запасами. И это не статистика СНГ, а мировая практика. Но любой инструмент или программное решение – это кодифицированная версия методологии, которая в него заложена. Поэтому вторая, еще более глубокая корневая проблема – это отсутствие эффективной методологии, которая бы отвечала современным требованиям рынка. Исторически сложилось два концептуальных подхода в управлении цепями поставок – выталкивающей и вытягивающей методологии. Выталкивание – это классический МРП-подход, основанный на прогнозе. Составляется план продаж. Далее, благодаря знанию состава спецификации и коэффициентов перехода между сырьем и готовой продукцией, можно понять, сколько, чего и какой дате нужно закупить и запустить в производство. Эти методики эффективны на стратегическом горизонте и агрегированном уровне. Но как только мы опускаемся на уровень СКЮ для операционного планирования, точность прогнозов значительно ухудшается. Это было замечено еще в 70-е годы, и как альтернатива появились вытягивающие подходы, которые ориентированы не на то, чтобы улучшить качество прогноза, а максимально оперативно реагировать на изменения в спросе. На операционном уровне пополняется то, что было потреблено, и это сильная сторона подхода. Однако на стратегическом уровне методология проседает, так как реактивна по своей сути и не предусматривает реакцию на существенные колебания в спросе. Например, буфер в теории ограничений изменяется на плюс-минус 33% под влиянием спроса. Бережливое производство также предназначено для более стабильной среды. Если мы говорим о каких-то значительных сезонных отклонениях, акциях, то чаще не находится подходящего инструмента в арсенале и вытягивающих методик. Таким образом, каждый из подходов имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому эволюционно возникли так называемые гипридные методологии, одна из которых – это DDMRP. Это новый класс систем, которые включают в себя лучшие наработки и практики уже существующих методик, позволяет нивелировать их недостатки. Например, из MRP-систем были взяты спецификации, логика разговаривания в них, а также возможность использования прогнозов на стратегическом уровне. Из DRP-систем – позиционирование в дистрибуции, то есть решение на каком складе и что выгодно хранить. Из бережливого производства – фокусировка на потоке. Так и в методологии DDMRP главная цель – это защита потока релевантных материалов и информации. Из теории ограничений были позаимствованы такие определения, как критическая цепь, критический путь, узкое место, сам по себе буфер и его трехцветная визуализация. Однако нужно отметить, что в методологии DDMRP расчет буфера отличается от теории ограничений – он был модифицирован и улучшен. Из шести сигм был взят фокус на отклонениях, а также простота и прозрачности аналитики. И все это замыкает блок инноваций, который позволяет всем этим идеям работать вместе и приносить лучший экономический эффект. В итоге, что же такое методология DEMAND DRIVENMRP? Это методика моделирования, планирования и управления цепями поставок для защиты потока релевантных материалов и информации. Планирование означает пополнение запасов. Моделирование отвечает за связь стратегии с операционной деятельностью. А управление цепями поставок – это как раз поведение менеджера и системы в тех случаях, когда заказы уже отправлены, но что-то пошло не так. То есть фокус на отклонениях и непрерывное совершенствование. Любая методология имеет в своей основе определенные шаги и принципы, на которых она базируется. Методология DDMRP, повторюсь, не предназначена для того, чтобы повысить точность прогнозирования, а для того, чтобы нивелировать влияние неточного прогноза, снизить зависимость от него и дать лучшие экономические эффекты в условиях нестабильной среды. Итак, какие же шаги предусматривает методология DDMRP? Первый шаг – это стратегическое позиционирование. Это достаточно важный пункт в методологии, который означает выбор тех мест в цепи поставок или в структуре спецификации, где есть смысл хранить запас. В методологии нет посыла хранить запас по всем СКЮ и на всех складах. Наоборот, выбор СКЮ мест в спецификации и в цепи поставок – это стратегическое решение, от которого зависит возврат на инвестиции. В методологии есть рекомендации, где запас целесообразно размещать, где это экономически выгодно, где это снизит внутреннюю и внешнюю вариабельность, а где это делать не стоит. То есть на первом шаге нам необходимо понимать, где размещать запас – в сырье или готовой продукции, на центральном складе или региональном. Второй шаг – профили и уровни буфера. Здесь нам нужно понять, что такое буфер, от каких факторов он зависит и также каким образом рассчитывается. Третий шаг – динамическая настройка, позволит понять, каким образом буфер будет изменяться во времени. Четвертый шаг – планирование на основании спроса, означает формирование заказов с использованием буфера. Пятый шаг – это прозрачное совместное исполнение. Так как на четвертом шаге функцию по автозаказу забирает на себя система, то на пятом шаге у менеджеров высвобождается время, чтобы реагировать на отклонения, предупреждать кризисные ситуации, разобраться с оптимизационными моделями, аналитикой и улучшать качество управления системой. Итак, первый шаг – стратегическое позиционирование. Сравним этот шаг при традиционном MRP-подходе и DDMRP. Для примера есть структура какого-то прибора, готовая продукция, которая состоит из полуфабрикатов, сырья. Синний квадрат означает прогноз, а голубой – страховой запас, который нужен для того, чтобы нивелировать неточность прогноза. В MRP-системе, как мы уже говорили, все звенья взаимосвязаны и зависимы, в связи с чем в случае отклонений сразу же возникает эффект кнута. Проблема также в том, что все необходимо синхронизировать по времени и количеству, а эффективность работы всей цепи зависит от качества входящих данных каждого звена. Например, если точность прогноза на одном звене 99%, а система состоит из 21 элемента, то на выходе вероятность того, что все пойдет по плану, всего лишь 80%. Если же точность прогноза каждого звена 90%, то точность прогноза всей системы может не превысить и 10%. А у вас точно не один SKU и не 100% точность прогноза. Естественно, никто не может гарантировать, что поставщики не подведут, оборудование не сломается, но что предлагает DDMRP? Обезопасить себя и в ключевых местах спецификации цепи поставок разместить буфер, который должен выполнить несколько функций. Во-первых, он должен рассоединить и разорвать зависимость между звеньями поставок, чтобы не передавать проблему, которая возникла в одном звене цепи поставок, дальше по цепи. Он должен погасить внутреннюю и внешнюю вариабельность, а также обеспечить SKU тем запасом, который необходим для данного звена, согласно его спросу. Кроме того, теперь не нужно синхронизировать всю систему по датам и событиям. Планирование осуществляется на отрезках между буферами. И в целом надежность и стабильность всего планирования повышается. Рассмотрим, как рассчитывается буфер и от каких факторов он зависит. Концептуально буфер состоит из трех зон – красной, желтой и зеленой. Отличие от теории ограничений, они не равны между собой. Здесь каждая зона имеет свое предназначение и рассчитывается автономно, в зависимости от своего набора факторов. Желтая зона – это циклический запас, который должен обеспечивать потребление на время пополнения. То есть, пока товар находится в производстве или пока он едет от поставщика, у вас должен быть запас для расхода, потребления на производстве или отгрузки клиентам. Желтая зона всегда зависит от спроса или тайма. Красная зона – это безопасность потока. Она предназначена для того, чтобы снизить вариабельность спроса и поставок. Например, если поставщик ненадежен и опаздывает с поставкой, или произошел какой-то пиковый спрос, то именно за счет количества, которое заложено в красную зону, и покрывается вариабельность. Зеленая зона выступает регулятором потока. Она включает в себя всевозможные логистические ограничения, которые присутствуют в любых компаниях. Это минимальные партии, минимальные заказы, частота заказа у поставщика и цикл постановки в производстве. Зеленая зона нужна для того, чтобы учесть эти факторы и в целом определяет, какой будет сделан средний заказ и как часто он будет формироваться. Зоны рассчитываются в натуральном выражении, например, в штуках, и все вместе совокупно составляют буфер. Перед расчетом буфера необходимо все имеющиеся активные SKU разделить на группы и назначить им оптимальные стратегии по управлению запасами, то есть профили. Отнесение SKU к той или иной группе зависит от трех основных факторов. Это тип SKU, закупаемый, производимый или распределяемый, категория леттайма, средний, короткий или длительный, а также категория вариабельности, низкая, средняя или высокая. Насколько потребление SKU отклоняется от среднего? Оно стабильное, сглаженное или наоборот, пикообразное и непредсказуемое. Каждая из групп назначается свой профиль. По факту это набор коэффициентов, которые влияют на расчет буфера. Наложив эти коэффициенты на определенные данные из товароучетной системы, рассчитывается каждая из зон буфера и сам буфер в целом. Какие же данные нужно обязательно передать из товароучетной системы? Это минимальные партии, леттайм и спрос, то есть или среднесуточное фактическое потребление или прогнозное. Теперь необходимо понять, как часто буфер пересчитывается и в зависимости от каких факторов. Есть два типа изменения буфера или две динамические настройки – автоматическая и плановая. Автоматическая означает, что как только изменяются какие-то ключевые параметры в товароучетной системе, например, спрос, вариабельность, время поставки, минимальные партии, частота запуска производства, система автоматически пересчитывает величину буфера без привлечения менеджера к этой работе. Обмен с товароучетной системой по этим данным настраивается не реже, чем раз в сутки, то есть и буфер актуализируется не реже, чем один раз в сутки. Второй тип изменения – это плановая настройка. Это инструмент менеджера и руководителя, чтобы подготовить систему к каким-то будущим ожидаемым событиям. Например, вывод нового ассортимента на рынок, сезонность, промо-активность акций, остановка производства, каникулы поставщика. В системе есть инструменты, с помощью которых можно повлиять на величину буфера, чтобы к моменту начала этого события буфер был уже подстроен и адаптирован. Одним из инструментов является переключение между типами потребления. Например, со среднесуточного на прогнозное или бленд, то есть среднее между ними. Перейдем к формированию заказов. Заказ всегда формируется до вершины зеленой зоны, то есть под полный буфер, с учетом сальдо потока. Сальдо потока включает в себя фактический остаток на складе, то есть то, что у нас есть на руках, количество в пути, что к нам едет, за вычетом текущего спроса клиентов, который нужно удовлетворить немедленно срочной отгрузки и будущего спроса, который нужно учесть заранее. Итак, сальдо потока – это текущий запас, то, что в пути, минус заказы клиентов. Заказ же формируется как буфер минус сальдо потока. В зависимости от того, в какой зоне буфера находится сальдо потока, формируется приоритет заказа. Если сальдо потока находится в красной зоне, то это критический приоритет. Необходимо срочно пополнить запасы, есть риск дефицита. Если приоритет средний, то это означает, что сальдо потока находится в желтой зоне, наступила точка заказа и пора его размещать. Если сальдо потока находится в зеленой зоне, приоритет низкий в пополнении SKU не нуждается. Эти приоритеты единообразно рассчитываются для всех видов продукции, для закупаемых, производимых, распределяемых SKU. Они объективны и относительны, ведь это не просто дата выполнения заказа, а процент заполненности буфера, который дает вам понимание, что необходимо срочно пополнить, а с чем можно повременить, ориентируясь на спрос, а не на план продаж или прогноз. Формируется полная и прозрачная картина по всем SKU, по всем локациям, что необходимо в дистрибьюции в первую очередь пополнить, куда распределить товар, какие производимые SKU необходимо запускать в производство в ближайшее время, какие закупаемые SKU нуждаются в заказе. Пятый шаг – прозрачное совместное исполнение. Благодаря системе оповещения о критических ситуациях в управлении запасами, о текущем или прогнозируемом дефиците, а рассинхронизации поставок и отгрузок, у менеджера есть возможность быть в курсе отклонений и реагировать для их недопущения. В завершении блока по методологии рассмотрим модель Demand-Driven Adaptive Enterprise, предназначенную для интеграции стратегии компании и ее операционного уровня. Все, что мы с вами до этого рассматривали – пополнение, работа с оповещением, это операционный уровень, но у любой компании есть стратегия. Это векторы, которые задает для себя в долгосрочной перспективе. Это какие-то плановые ожидаемые события, например, запуск новой линейки, выход на новые рынки, маркетинговые компании или просто запланированный рост продаж. Эта стратегия формализуется в определенных параметрах бизнес-плана и до ее принятия необходимо ее завалидировать. Происходит это на тактическом уровне. Вы должны оценить, каким уровнем инвестиций это обернется для нас, достаточно ли будет места на наших складах и хватит ли производственных мощностей для запланированных объемов. После оценки корректируем стратегию до ее принятия или принимаем и настраиваем операционную модель соответствующим образом, чтобы подготовиться к запланированному, вовремя закупить сырье, вовремя нарастить объемы производства. Как только мы запускаем операционную модель, в режиме онлайн появляется возможность сделать анализ вариабельности, оценить, все ли идет по плану, насколько соответствуют настройки операционной модели реальной ситуации на рынке и либо откорректировать их на операционном уровне, либо эскалировать вопрос выше, на стратегический уровень. Двигателем такой системы является фактический спрос, данные о продажах. Стрелки, которые показаны в этой модели, это петли обратной связи, это набор отчетов и настроек, которые позволяют находить отклонения от целевого состояния и вносить изменения, чтобы откорректировать модель. Методология делает акцент на том, что процесс согласования стратегии операционного уровня должен быть непрерывным, двусторонним и итеративным. То есть информация должна двигаться не только сверху вниз, но и по каналу обратной связи с самого низкого уровня, что позволит выстроить прочную взаимосвязь операционного и стратегического уровня. Коллеги, сегодня я постаралась кратко и емко объяснить вам суть методологии DDMRP и ее отличия от привычных подходов. Если у вас возник вопрос, стоит ли применять методику DDMRP в вашей компании, приведем средние результаты от внедрения данного подхода в различных отраслях. Основными эффектами от применения методологии являются повышение уровня сервиса, оптимизация уровня запасов и сокращение времени выполнения заказа. Надеюсь, эти результаты вдохновили вас и вам было бы интересно применить такой подход и у себя на предприятии. В следующем видео мы расскажем вам, как принципы методологии DDMRP реализованы в программном решении Replanishment Plus. До новых встреч!